А вот из современных писателей, вот, например, Александра Ильичевского, вы вот где-то бы разместились здесь? Словно, да, подслов. Я пока с ним не справился, он очень могучий писатель. Я знаю, что ему это очень интересно. Он, я пока не зало, но опыт и хороший. Ну, это где-то, хорошо, они все где-то по границам. По границам, да. А вот у Ильичевского, по-моему, последний роман «Узкое небо, широкая река», где такое промежуточное смерчение, так сказать, сюда, и все это происходит где-то на Оке, в Подмосковье. «Узкое небо, широкая река», я просто, я даже не знал, что этот роман, вы спрашиваете очень консервативного ремонта. Я думаю, что это все про смартфон строительство, или, честно, точно. Много ездят, много думают и пишут об этом. Но рано подводить итоги, это точно. И мне трудно, мне трудно так вот сориентироваться. Это мозаика, которая еще только собирается. И кайф, ну, в ней, для меня, в том, что она разрозненная, в ней много воздуха. Кстати, еще интересно, возвращаясь в «Узкое небо, широкая река». «Узкое небо, широкая река», да. Замолу. Да, да, да. Хорошее название. Хорошее название, причем это нужно непосредственно к нему обратиться, потому что, насколько я понимаю, бумажной книги еще нет. Он вот просто лично присылает свою рукопись. Кому вам? Вы счастливый человек. Нет, не только мне, любому желающему, кто к нему обратится, можно через Facebook. Хорошо, нет, но я надеюсь, что она выйдет. Это не фокус. Это тоже, кстати, слово обязательно должно перевариться в некоем общем читательском пространстве. Иначе оно еще ни слова.